Сейчас, чтобы восстановить автомобиль, у страховой компании есть около месяца, но из-за проблем с поставками некоторых запчастей, починить машину за это время довольно сложно. По словам экспертов, в нынешних условиях даже 45 дней может не хватить для ремонта. В среднем запчасти идут в районе 4-6 недель, но в дилерских центрах говорят, что одни детали можно ждать более полугода, а другие вообще невозможно заказать. В Российском Союзе автомобилистов предлагают разрешить использовать БУ-комплектующие при ремонте по полюсу ОСАГО, но далеко не все в восторге от этой идеи. БУ-шная – это же код в мешке. Ну, поставим мы БУ-шную, она не отходит свою. Новая есть новая, на ней есть сертификаты, на ней есть все регламенты. Да, БУ-шная, сколько она отходила, никто ж не знает. В Союзе автомобилистов уточнили, устанавливать БУ-запчасти можно только в том случае, если они не влияют на безопасность движения. Наиболее часто заменяемыми деталями являются задние и передние бамперы. В целом, по оценке РСА, к часто используемым при ремонте по ОСАГО запчастям можно отнести 17 наименований. Все это различные элементы кузова автомобиля и фары. Страховщики все чаще предлагают денежную компенсацию, если понимают, что не уложатся в 30 дней. Но далеко не все клиенты согласны брать деньги. Клиенты вынуждены самостоятельно искать станцию техобслуживания для ремонта автомобиля. И им приходится самостоятельно договариваться о том, чтобы эта станция уложилась в те деньги, в те суммы, которые насчитала им страховая компания. По словам страховщиков, еще год назад люди неохотно соглашались на такие условия. Однако сейчас с большим пониманием относятся к ситуации. Если сроки ремонта по ОСАГО увеличат, это хоть и не спасет ситуацию полностью, но заметно ее стабилизирует. Кстати, инициативу уже поддержали в Минфине.